что-то я друзья сегодня себя неважно чувствую вроде жить буду но такое ощущение что приболел чуток но как раз совпало что на выздоровление у меня есть ровно один день сегодня как и ожидалось среда не кто из покрасщиков не позвонил значит выдают они машину завтра сегодня ауди должна покраситься бмв может уже покрашена и по идее я ее тоже должен завтра забрать сегодня со своими соплями и горлом выздоравливаю а завтра у нас начинается реально рабочий наверное дня 3-4 топ за максимально короткое время довести машины до ума x5 отвезти на продажу ауди должна быть полностью готова к аренде никаких нюансов никаких косяков быть не должно да ладно дима покрасщик поехал в аренде если есть шанс что что-то откручивается что-то сломается поверьте те обязательно сломают люди берут машину они думают что все они и чуть ли не купили они могут и ушадывать просто по жести доброе утро дорогие друзья да уже получше себя чувствую я доволен как никто потому что за эту ночь удалось продать карбоновый спойлер от тесла как вы помните мне доктор крю подарил нормальный классный спойлер который в итоге со своей тройка я и продал а вот этот был немного как обрубок не сильно солидный не сильно прикольный я его новым за 35 купил за ночь за 35 и продал помимо этого помните у меня был фонарь который чисто лишний у которого песок внутри я указал в объявлении что цена не 150 200 как они обычно уходят как бы фонарь весь целый говорю если хотите заморочиться почистите песок пыль внутри и все будет чики-брики поэтому выставил за 99 за 99 и продал и реальная уже товаров плюс минус на 300 долларов она продавал то что у меня валялась в гараже с моих предыдущих проектов это прикольно когда она так получается имеется некая засада никак она не влазит я всегда топил за adidas идеально влазит все сейчас замотать чтобы ничего не поцарапалось не порвалось спойлер я думаю мы просто картоном вокруг с этим смешно получилось короче из-за того что он искривленный пришлось сделать здесь перегородку но она в целом нормальная и в целом как с ней обращаются на почте она выживет куплю лейблы потому что во первых через ebay дешевле плюс не надо стоять в очереди короче по налогам только что чуть порешал позаполнял потому что пришло говорят надо я говорю я понял то что нужно было уплатил то что нужно было порешал как говорится в америке от налогов не убежишь значит из печального и досадного помните как я говорил что оба покрасщика сказали что все четверг сто пудов забираешь машину я думал вот это у меня сейчас будут напряженные дни две машины собрать одну в аренду отправить другую выставить продать а ауди у димы покрасщика уже неделю то есть в прошлый четверг отвез и он говорит только завтра будет красить я говорю прикол потому что я через четыре дня заезжала не особых работ не начиналось обидно что ожидание две-три недели длится и вроде подвез говорят максимально быстро сделаем а оказывается красить мы начинаем только завтра и типа послезавтра я заберу но я в это не верю потому что я два дня назад заезжал он говорит я завтра крашу и послезавтра заберешь второй покрасщик андрей по бмв она во первых у него всего три дня ему простите он говорит либо в пятницу вечером либо в субботу утром заберешь помните я решил оставить старый бампер он говорит очень много времени на него потратил то есть видите все до мелочей сделал говорит из-за этого у нас пропадает один день говорит сейчас я его грунтовкой покрываю говорит по технологии 24 часа на полное засыхание грунтовки сутки проходят то есть до 10 вечера сегодня завтра он красит у него во первых работа со шпаклевкой и я привез три дня назад всего лишь поэтому андрей еще просительно но неприятно все равно что настолько все тянет дорогие друзья а я рад вам представить спонсора сегодняшнего видео приложения хани гейн в общем то изначально это американское предложение которое было создано для того чтобы получать экстра деньги с вашего интернет подключения в общем то практически как airbnb тура или uber только здесь в роли источника дохода выступает ваше интернет соединение неважно мобильная или вай фай дома ребята попросили заметить что это не какой-то волшебный способ заработка и он не сделает из вас миллионера но каких-то несколько десятков долларов может вам принести что позволит по сути пожизненно например использовать тот же netflix или apple музыку совершенно бесплатно в общем то чтобы не рекомендовать вам не проверенный продукт идея зародилась в 2018 году на международной веб-конференции в лиссабоне ребята подумали у нас у каждого в кармане либо дома на столе на компьютере есть подключение к интернету и вычислительные мощности огромным же компаниям нужны эти вычислительные мощности и в общем то просто держа приложение открытым как одну из вкладок в телефоне она использует вычислительные мощности вашего телефона компьютера неважно и позволяет тем самым заработать вам какие-то деньги а по моему промо коду данил вы получите пять долларов просто бесплатно на ваш аккаунт просто перейдя по ссылке в описании скачал приложение и введя мой промо код так что ссылка в описании заехал на почту говорят мы не можем отправить спойлер из-за того что я коробку для спойлера сделал то есть из куча маленьких коробок государственной почты типа и там написано приоритетная почта получается типа конфликт интересов я отправляю одной почтой федексом а коробка типа государственной почты и получается короче некий конфуз пил цветы сейчас расскажу в общем то прошел буквально месяц предыдущего инцидента и вот снова вчера с нашей компании два друга попали в аварию на мотоцикле никита который был за рулем погиб на месте буквально позавчера виделись на автосходке что с богданом что с никитой они периодически мелькали во влогах в общем то столкновение с машиной в общем то были бы парни на машине скорее всего было бы все хорошо но мотоцикл унес еще одну жизнь и это жизнь никиты когда сейчас больницам все хотят узнать как и что с ним особо не пускают даже родных я еще думал освещать на канале или не освещать к но снова таки это еще одна напоминалочка что нужно ездить аккуратно и всегда заботятся о безопасности я после своих трех падений на электроскейте где максимальная скорость которую вы развиваете порядка 60 километров в час мотоциклов боюсь как огня я достаточно шрамовно получал на скейте тут мощнее быстрее и опаснее как говорит статистика каждый мотоциклист когда-то падает но ты никогда не ожидаешь что из жизни уйдет человек которого ты знаешь я вчера как раз в это время ехал домой увидел что вся улица перекрыта полицейскими и везде ленточки и наши ребята стоят даже если берете мотоцикл обязательно шлем обязательно черепашка те наши все уже на месте дтп поставили фотку свечи цветы так что я как раз гребся со всеми делами заехал за цветами нужно отвезти вот то что осталось то что полиция смогла отмыть за вчера за сегодня вот но следы следы есть примерно видно как полицейские отмывали вчера все хлоркой как делали в пометке наши ребята принесли шлем перчатки свечи и цветы и попросили всех снимать обертку и ложить правоохранительные органы делают так что на утро ты даже не скажешь что здесь что-то в 12 ночи произошло вчера когда я подъехал вот эта улица вот эта улица это улица все просто были перекрыты я приехал наверно через минут 40 еще стоял 20 и после этого еще какое-то время проходило расследование то есть полиция прям на месте все проводит они наверно футок миллион сделали я думаю это дальше чем семья никуда не уходит едем на мойку проезжаем среди кто-то буквально час прошел украли шлем смотрите порой у людей настолько грязные машины что там в хим костюме реально надо залазить он в шапочке во всем просто целиком туда залезла в долларке купил самую дешевую изоленту за 99 центов и он смотрите ни одной пометки государственной почты то есть теперь его можно отправить все три минуты скинул посылку намного выгоднее измерять самому ставить вес самому потому что можно поиграться на стройках и понятно что если например больше десяти паундов то есть это около 6 килограмм то там можно скинуть где-то там в упаковке еще в чем-то если она перешагнет какие-то габариты то она уже будет идти по более дорогой доставки ну короче вот это все вот и у меня получилось что если там было довольно дорого но там и вес другой то есть одна посылка 9 долларов другая 13 и при том я взял по моему то ли по 5 то ли по 10 с каждого человека за доставку то есть все деньги считаете которые мы получили мы получили чистыми практически эти забыл вам рассказать мне вчера одобрили эпловскую карту максимально трудно получить первую кредит у вас нет никакой кредитной истории и просто так давать деньги не хочется я начал с карты discover потихоньку ее растил растил использовал техники есть разные способы растить кредитную историю в общем-то я разные поизучал максимально эффективно старался все делать и вот результат довольно неплохо даже спустя сколько наверно 45 месяцев как только я получил свою кредитку discover и сейчас оформил эпловскую короче apple мне два раза отказывали и вот всего лишь на полторушку одобрили у apple она выглядит максимально прикольно то есть как только подходит платеж вы можете видеть сколько нужно заплатить например чтобы вообще не было процентов по кредиту и вот это всему прочему есть кредитки которые могут навредить есть кредитки которые могут быть просто супер классными apple закрепились просто посередине это просто кредитка не больше не меньше мне сейчас нужно набирать кредитки набирать больше кредитных линий естественно их всех гасить чтобы они видели что у меня там три четыре пять кредиток так просто устроена система в америке это что я их активно гашу правился в конце месяца погасил ну то есть плюс-минус так это работает. Только там еще есть нюансы, сколько гасить, когда гасить, чтобы больше рос кредит-скор. Мне придет прикольная, красивая Apple-овская титановая карта. Если вы от Apple что-то покупаете, я получаю 3% кэшбэк. Если где-либо еще, 2%. Практически один в один с моей Discover картой. Как только я сейчас и Discover и Apple еще прокачаю, прокачаю, через месяц-два я могу попробовать податься на кредит, уже в которых бонусы начисляются в мире. И там уже, допустим, если потратить 15 тысяч долларов за полгода, допустим, естественно, параллельно гася это все, тебе дают там бонусов, что ты можешь на неделю поехать, куда-то отдохнуть, то есть забронировать отель. Я сейчас иду именно к этим бонусам, потому что огромное количество людей, если вы ездите отдыхать 2 раза в год, полностью вот это все просто бонусами гасят. И в этом всем есть главная цель. Как только рынок недвижимости немного поугаснет в Калифорнии, потому что он сейчас на пике, покупать не совсем выгодно, если у вас не прям горячий дел. У меня уже было все готово, чтобы я пришел и сказал, мне нужен кредит. Смотрят мои выплаты и говорят, красавчик, вот тебе дом. Доброе утро, друзья. Дела обстоят как? Мне снова ответила поддержка по аренде дома на колесах. Помните женщина, которая приехала, наверное, недели 3 назад, которая такая «А, мы уже не хотим брать Орвишку», поэтому она написала в поддержку, что Орвишка была грязная, короче, куча клеветы, сказала «Резина вообще никакая». А там новая резина стоит, вот реально новая. Я говорил, что она будет просто верещать, требовать до последнего, короче, требует деньги, требует все. Все, я сейчас поддержкой борюсь, и вот она сказала, что там еще технически что-то не было. Мне сейчас нужно ехать в Орвишку и сфоткать все записи там по обслуживанию, которые были. Последние две замены масла я сфоткаю точно, посмотрим, что еще я там смогу найти. А, вчера в 12 ночи произошел конфуз, дождь пошел. Я сижу, думаю, о, прикольно, дождик, потому что в Калифорнии, я не знаю, 350 солнечных дней в году или что-то такого. В дождик летом в наших краях вообще практически не бывает. И в какой-то момент осознаю, что панели со всей электроникой от Ауди, ну и Сережина пилка, стоят на улице. Я просто шурую, бегу. Я, короче, его спас. То есть это были только первые капли, занес домой, поэтому все у нас окей. Я знаю, как их добить. Почитаю прибором Орвишку, а там все будет четко. Погода сегодня классная, напоминает мне Турцию, плюс 31. Первые Мексы, у которых я менял масло, перец, сразу перед тем, как я начал Орвишку сдавать, и мне нужно скинуть все за 3 месяца. А это было где-то, ну сколько, 2,5 месяца назад. Плюс я второй раз поменял масло. Так вот, в чем прикол? У них написано, что они сделали инспекцию всего, то есть они проверили. Все колеса, все жидкости, все-все-все. И говорится, что все четко. То есть никаких претензий ко мне быть не должно. Не стирал ошибки. Ошибок. Ошибка только одна. Я понял. Но подвигателя ноль. Заодно новые коврики сюда засунем, которые мы купили. Ну, как бы залезли неплохо, не идеально, те тоже лежали не совсем идеально. Но сам факт, что вся грязь будет скапливаться здесь, достал коврик, вытрусил. И ковролин не пачкается. Я, конечно, не знаю, кто придумал идею. Вот здесь вот ковролин юзать. Понятное дело, и люди с улицы будут заходить. Смотрите, оставили открытым, а вчера был дождь. По какой-либо причине вообще никуда ничего не залилось, и это приятно. Все, больше здесь мне делать особо нечего. Короче, я там с клиенткой переписываюсь уже, я не знаю, недели две. Торгуются по цене. Плюс она была в трипе, поэтому я не мог ее показать. Артур Макс, брат, купил ее с аукциона. Повреждения не были жесткими. Даже с учетом ремонта, если мы считаем то, что она вот по арендам поездила, ее можно выставлять чуть ли не за цену, за которую она ушла на копорте битая. Как раз потому, что аренда отбила ее ремонт и даже больше. А продать мы ее сейчас пытаемся прилично.